Добрый вечер! Тихо по веткам шелушит снегопады, Сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, Что вспоминается мне. Небо далекого просит Давние письма домой. Царствие чекотечных сосен, Быстро сменяется осень, Долгой морярной зимой. Снег, 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 Снег над палаткой дружится, Вот и кончается наш прадкий ночляк. Снег, 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 Тихо на тумбру ложится, А от берега замерзающих рек Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной Вьется веселый снежок. Вспыхнет в лесницах звездой озорной, Ляжет пушитой бумагой. Снег, 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 Снег над палаткой дружится, Он не коснется твоих сахнутых век. Снег, 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 Что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающих рек Снег, 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 снег. Долго ли сердце твое с берегу Ветер поет на пути? Через туманы морозы пурку Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется Наших стоянок огни. Вновь пешком, как придется Песня к тебе не берется, Даже в неледные дни. Снег, 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 Снег над тайгою кружится, Вьюга залазит следы Наших стоянок. Снег, 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 снег. Снег, 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 снег. Спасибо. Песня была написана 54 года назад И тоже, конечно, уже составилась. Почему я это говорю? Потому что, пожалуй, я один из самых, старых представителей того поколения, первого этого жанра, так называемой авторской песни. Мне об этом часто напоминают. Я вам рассказывал здесь, как я выступал в Казани полгода назад и получил записку на концерте. Уважаемый Александр Васильевич, мне кажется ли вам, что авторская песня окончательно выразилась. Поют под минус, поют под плюс, вместо стихов какая-то попса и дальше. Какое счастье, что вы до этого не дожили. Первая ласточка. Вторая ласточка, я вам рассказывал, в марте месяце мы были замечательным коллективом песни нашего века. У них 10-летний юбилей их проекта в городе Киеве. И братья Мещики объявили меня, что мы начали писать ваш диск. Со мной это правда согласовывает. Я говорю, стоп, я не обрадовался. Они же записали диски Акуджавы, Берковского, Бесоцкого. Уже их уже автор. Живых не писали пока. Я говорю, стоп, ребят, не надо, я еще живу. Они говорят, не волнуйтесь, Александр Васильевич, мы еще не записали. Знаете, как в том, где мы еще не доехали. А теперь мы не доехали. Уже в ноябре месяце вышел диск. Была презентация. И теперь я в таком структуре положении нахожусь. В результате. Значит, давайте, это была совсем старая песня. А сейчас мы с Александром Костроминым, который, надеюсь, представлять особо не надо. Вот где-то записали диск новых песен. Значит, там 20 или 21 песен. И может, прям что-нибудь из этого диска. Попробуем, да, потому что это самое старое, возьмите, старое новое. Ну, например, если касаться, если касаться погоды за окошком, то мы можем, ну, нет, сначала серьезно сказать, прощай, Москва, да. Я не был по жизни всегда успешен, играя с судьбою в лиц. Москва, я встал от твоих насмешек, твоих равнодушных лиц. Мы вижу ли кровь, где не знаю горя, где зреет в тепле лоза. Прощай, Москва, я найду этот город, который верит слезам. Мы вижу ли кровь, где не знаю горя, где зреет в тепле лоза. Прощай, Москва, я найду этот город, который верит слезам. Я попозже лучшие годы тратил, ища, где не правит злом. Но с этим мне, говоря по правде, пока еще не везло. То си океана, то срежные горы, откроется ли сезам. Прощай, Москва, я найду этот город, который верит слезам. Но с этим океаном, то срежные горы, откроется ли сезам. Прощай, Москва, я найду этот город, который верит слезам. Тебя понапрасну морочит сказка, скорее ее забудь. Но в сотый раз, потерпев фиаско, я вновь начинаю путь. Но что-то того, что уже не молод, что тьма подошла к глазам. Прощай, Москва, я найду этот город, который верит слезам. Но что-то того, что уже не молод, что тьма подошла к глазам. Прощай, Москва, я найду этот город, который верит слезам. Ну, еще одна песенка из нового диска, уже более веселая. Дело в том, что я рассказал историю. Тут есть фильм, в то время документальный, с моим участием, который занял первое место в мире на юридском фестивале пару лет назад в войсках идиша. Причем трагические судьбы европейских и евреев и языка идищных, о котором они говорили. И вот с этим фильмом я был приглашен в прошлом году на презентацию Конгресса Реона Штатов Америки в Вашингтоне. Но перед этим дама, которая там руководила протоколом, меня предупредила, что она знает, что я еще научный работник. И она мне сказала, что профессор, мы Вас хотим предупредить. Мы знаем, что Вы очень отрицательно относитесь к теории нашего Альберта Горо-Люмио по поводу глобального потепления. Правильно, я хочу сказать, что ни слова о глобальном потеплении, что Вас к этому делала неприятность. Это демократическая страна. А я, значит, я сказал, был удивлен, но я ни слова не сказал, но в знак протеста написал песню, которая вообще при вагонном исполнении работает гораздо больше, чем все мои научные статьи против идеи о том, что человек якобы влияет на глобальное потепление. Она тоже есть в новом детстве. Будет. Еще не написали. Еще не написали. Песню уже написали. Вторая гитара сейчас. Горемычное моё покорение Нам глобальное грозит потепление Она спугает гриб свиной киплой зоною Угрожает нам дырою озонною Нет печальнее народ этой повести На задушку, где рот в жарком поясе На задушку, где рот в жарком поясе На горах растает лёд и на полю все За окошками беда косоротится А бежит в море вода Не воротится Все сумеют города Затопить она Сгибет Лондон без следа Вместе с Питером Нас спугают от утра И до вечера Но мы, как детвора, все доверчивы Как нам быть, чтобы не сгинули Быстрые Чеш-трепу президенты с министрами Я клевлю улыбки рота над эпохою Что озон, что угнерод Всё мне пофигу Не желая знать о том, что утопну я Не хочу глотать потом водку тёплую Верковерные земли население Нам глобальное грозит оглупление Принимаем всё всерьёз, что не мерится А на улице мороз и метель лица Легковерные земли население Нам глобальное грозит оглупление Принимаем всё всерьёз, что не мерится А на улице мороз и метель лица Я хочу сказать, что здесь обычно мы не сставляем программы концерта, мы работаем по заявкам, вот что напишут, что попросят, мы стараемся это спеть, поэтому ни один вечер не попрошь на другой, я сам не знаю, что и как. А, значит, Александр Николаевич Костромин, он знает все мои песни, в том, что их даже не написаны. И с ним я могу представить, что приятно. Кстати сказать, Александр Николаевич Костромин, потому что счастливое событие, пару дней назад у него родился сын. Поэтому он молодой отец. Мы пожелаем ему, и маме, и сыну, да, Лёжа еще не назвали пока же. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Это вообще, я помню, вы еще, Лёжа, мы в каком, а нет, тебя уже не было, ты уже, тут мой соплаватель есть в зале. Это 84-й год уже. Мы обогнали без Добра Надежда, Менделеева, пришел мой товарищ, 84-й год, что у него родилась внучка. Ну, сейчас мой внучка уже свои дети, да, а, значит, ну, и мы там с ним что-то выберем. И я ему написал такое поздравнение, которое имеет отношение к Александру Николаевичу. Хоть Лёва стал сегодня дедом, не гончен счет его победы. Ему под рюмочки накапливают, охотно ставит папа. Вот. Хорошо. Да, ну и еще я хочу сказать, что, если кто-то не знает, тут, значит, здесь есть из новых вещей. Это двухтовник моих книг и воспоминаний, который вышел сейчас в Эксимовом издательстве. Это, наверное, они стоят, но это практически первый-вторый топ «Оттанта держит небо» и «Деркулесовые столбы». И, кроме того, вот фильм, огромный фильм, 3-4 серии, 17-часовый эфир, который вот тоже есть, по которому, собственно, вот эти две книги как бы и сделаны. А учитывая, что в прошлый раз все очень интересовались творчеством московской протестальной «Нарь», ее книжки были расхватаны. Сегодня я привез очень немного, еще вот 10 книжечек вот этих. Называется она «Весы» эта книжка. Это замечательный московский поэт Энергистова поэтесса, вот, и ее книги отличаются от моих, вот, в «Ларьке» не только более низкой стоимостью, но гораздо более высоким уровнем сражениям, поэтому еще рекомендую меня не покупать, купить ее не пожалеете. Я аж подпишу, как я состою в этих книгах. Спасибо. Ну, а мы, значит, сразу начнем. Начнем двигаться. Так, сайская геркуляция в столбе. Шестьдесят третий год. Геркуляция в столбе. А геркуляция в столбе Лежит моя дорога А геркуляция в столбе Где плавен одесень Меня плакать не спешит Ты подожди немного И черных платьев не носи И частых слез не сей Меня плакать не спешит Ты подожди немного Еще под парусом тугим В чужих морях не спешит Еще тебе лет и берут Не знаю, сам как так О геркуляция в столбе Дельфины криют спину И между двух материков Огни не суют суда О геркуляция в столбе Дельфины греют свит И между двух материков Огни не сут суда Еще над черной глубиной Порочит нас тревога Вдали от царства твоего На царство губ и руку Пускай огромная родня Тебя рисунет строго Пускай на стенке повисит Мой запыленный лук Пускай поганая родня Тебя рисунет строго Пускай на стенке повисит Мой запыленный лук О геркуляция в столбе Лежит моя дорога Ось южный ветер до утра В твою стучится дверь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного И вино сладкий не пей И женихам не верь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного И вино сладкий не пей И женихам не верь Песня, когда мы редко поем Старая песня Галатея Это, значит, то все помнят Греческий миф Когда Древнегреческий струкер Пикбалеон Израил за брамору девушку Влюбился в собственное произведение Художник это бывает И тут кончается И попросил Богов в огне Божий Витя Тут кончается Миф, начинается наша песня В летний грец и полтень горяч Пахнут медом высокие травы Только в доме у скульптора плачет Только в доме у скульптора травы Причитали слезы вокруг Хоть богов выносите из дому Что с тобою случилось, мой друг? Галатея уходил другого Позабыв про еду и питье Он фоял ее, нежно и грубо Стали теплыми бедра ее Стали алыми белые губы На соборе в виде беды Жизнь отдохну создану родному Пропадает напрасно труды Галатея уходил другого Пропадает напрасно труды Галатея уходил другом Не сиди же печать на челе Принимайся, художник, за дело Много мрамора есть на земле Много женского жаркого тела Но пустынно в его мастерской Ничего не втолкуешь дурному Он на все отвечает с тоской Галатея уходил другому А он на все отвечает с тоской Галатея уходил другому А у храма растет виноград Красотой поражает природа И опять на Олимпе доклад Что искусство оно для народа Бродят греки веселой толпой На лафинами песни гоман А у скульптора мертвый Запрой Галатея уходит в другом А у скульптора мертвый Запрой Галатея уходит в другом Спасибо Собачья площадка Очень старая песня Давно уже нет Собачья площадка Когда-то, когда еще был старый арбат И существовала композиторская улица Еще Никита Сергеевич Куршел Не разрушил Не вставил эту Старную жилюсть в Москву Калининский проспект То, значит Была собачья площадка На которой сидел памятник собачек Это как примета старой Москвы Я тогда как раз 62-й год, по-моему Пролетом в арбскую экспедицию Бывал в Москве И как раз начал ухаживать За этой самой поэтессой Анной Нарь На собачьей площадке Собаки не лают Над собачьей площадкой Не воскрёв огни По собачьей площадке Только кошки гуляют Да сидим мы с тобой одни На собачьей площадке На собачьей площадке Только кошки гуляют Да сидим мы с тобой одни Расстанет стеной Между нами двоими Часто писем не шли И обратно не жди Меж губами моими И губами твоими Снег идёт И бушует дожди Меж губами моими И губами твоими Снег идёт И бушует дожди Облака под крылом Заклубятся как вата И погода закроет Порты на пути Затеряется дом В переулках Арбата И никак на юг не найти Затеряется дом В переулках Арбата И никак на юг не найти На собачьей площадке Собаки не лают На собачьей площадке Погасли огни На собачьей площадке Облака проплывают Ты на них Улыбаясь, взгляни На собачьей площадке Облака проплывают Ты на них Улыбаясь, взгляни АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНưng В Московии это имело следствие, что четыре года был неврожай, в 1961 год, в 1965 год, то есть мор пошел по русской земле и пало правительство Бориса Куданова, началось свободное время на этой бочке. И победила Голландская революция в 1965 году в Голландии, потому что теперь любил избанцы, прибежали из Голландии как немцы из Базглавской в 1941 году. Ну, это уж отдельный, я не буду читать лекции, что там. Так, а что тут есть в сходе, пожалуйста. А, скоро-скоро придут Голландии. Скоро-скоро придут холода, от границы полярного круга и не станет цветов и травы. ПЕСНЯ 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 Ах, оставьте скуку тыла и картежную игру Зря дает вас друг моты, завтра гости в вечеру На курорте вы не жите, в деле было бы горней Прихожите, прихожите по утру седлать колей Прихожите, прихожите по утру седлать колей Подпираем щеку рукой от жительских устав невзгод Я на снимок смотрел с тоской, а на снимке двадцатый год Над местечком клубится пыль, обретает вишневый цвет Мою маму зовут Рахим, мою маме двенадцать лет Над местечком клубится пыль, обретает вишневый цвет Мою маму зовут Рахим, моей маме двенадцать лет Под зеленым ковром травы, моя мама теперь лежит Ей защиты не стал, увы, ненадежный Давидов щит И кого из моих родных ненароком не назову Кто стареет в краях иных, кто убитый лежит ворон И кого из моих родных ненароком не назову Кто стареет в краях иных, кто убитый лежит ворон Свершает урочный бед, солнце плавится за горой Двадцать первый тревожный бед, начинает свой год второй Пригорает сетой ковыль, старый город вокруг одет Мою внучку зовут Рахим, моей внучке двенадцать лет Пригорает сетой ковыль, старый город вокруг одет Мою внучку зовут Рахим, моей внучке двенадцать лет Пусть поет ей висень и вор, пусть минует ее слеза И глядят на меня в упор, юной мамы моей глазом Отпусти нам, Господь, грехи и детей упаси обед Мою внучку зовут Рахим, моей внучке двенадцать лет Отпусти нам, Господь, грехи и детей упаси обед Мою внучку зовут Рахим, моей внучке двенадцать лет 63-й год, борт Гибралта, борт по военно-опарации Кразденштейн. Морят покрепче, бежит узлая, Беда идет, капитан. Вода и ветер сегодня злый, И золком чет, капитан. Пусть волны в свет разевают утры, Пусть станет пар с тугой, О них навек позабудешь ты, Когда придем мы домой. О них навек позабудешь ты, Когда придем мы домой. Не верь подруге, а верь в вино, Не ждет женщин добра. Сегодня помнить им не дано О том, что было вчера. За длинный стол посади друзей, И песню громче за покой, И еще от зависти лопнуть ей, Когда придем мы домой. Не плачь, моряк, о чужой земле, Скользящей мимо бортов. Постави ладони твои в свале, Без пятен сердца зато, Лицо закутой полудными, Подой соленой умой. И снова станешь ты молодым, Когда придем мы домой. И снова станешь ты молодым, Когда придем мы домой. Покрепче, парень, бежу злых, Беда идет на пятах, А так и ветер сегодня злых, И зон, как черт на пятах. И нет отсюда пути назад, Как нет следа за кормой, Никто не сможет тебе сказать, Когда придем мы домой. И нет отсюда пути назад, Как нет следа за кормой, Царчок не сможет тебе сказать, Когда придем мы домой. Можно исполнить песню, в которой есть слова, не страшно потерять, а можно. Я вспоминаю старую байку, как в редакции радиопередачи пришло письмо. Дорогая редакция, исполните, пожалуйста, любимую песню мою и моей подруги Голи, в большинстве в девятом классе. Мы, правда, не помним название песни и фамилию композитора, но там есть строчник, но вы его знаете. Сняла решительно, а он не попросил. Вот. Ну, хорошо. Это, значит, у нас 70-й год, третий рейс, создан Дмитрий Менделеев. Под ранним утром, в 4 утра, на светлеющем горизонте, поезд на остров Гвадалупа. И было мне в тупоре 39 лет. Такие, брат, дела, такие, брат, дела. Давно уже вокруг смеются над тобой. Колька и весела пора твоя прошла. И партию сдавать, пора уже без боя. На палубе ночной постой и помочь им мечтать под сорок лет. По меньшей мере глупо над темной водой. Огни горят в ночи, нам встретят поутру. Нас остров Гвадалупа, над темной водой. Огни горят в ночи, нам встретят поутру. Нас остров Гвадалупа, пусть годы склавы Терут за прядью прядь. Пусть грустно от того, что без толку влюбляться, Не страшно потерять уменье удивлять. Страшнее потерять уменье удивлять. И возвратясь в края обыденной земли, Обыденной любви, обыденного суммы. Страшнее позабыть, что где-то есть вдали На ветреный пролив и остров Гвадалупа. Страшнее позабыть, что где-то есть вдали На ветреный пролив и остров Гвадалупа. Так путь же красно Бог, за все грехи грозят. До самой смерти быть солидной не слишком, Чтоб взрослым было нам завидовать нельзя, Чтоб можно было нам завидовать мальчишкам. И будут сниться сны, но в комнатной пыли Последние года отмеренные скупом И будут миновать ночные корабли Наверные пролover и остров Гвадороба И будут миновать ночные корабли Наверные пролover и остров Гвадороба А, исполнить финскую границу. Ох, это какой же год был. Да, 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 это песня написана. Да, меня будет уже издевать неприятность, потому что на дворе остался густ какой-то 70-70 какой-то. При советской власти. Да, а потом вышел хоть финский сборник русских поэтов, там Федор Гринко, еще антикабрист, еще какие-то поэти старого времени. Я, скорее, напечатал на русском языке, что не добавил мне, конечно, что-то удалось бы здесь. А, да, финская граница. Никогда не пеем. Над рекой сестрой, над границей, Заскрепит сосна на ветру. И пирог, обронивший птицею, Электричку уронит из круг. Мне вы видит сны распрекрасные На свиняющей лыжне бежать. Отчего ж стою понапрасну я Возле бывшего рубежа? Отчего ж стою понапрасну я Возле бывшего, возле бывшего рубежа? Время вскорила дачи около Мир по-новому, по-деля. Время ойлила, да кокола Ленча наша кругом в земле. Ветер зимний здесь, но я тоненько Что не песенка, то наверт. Наши стриженые покорники Заселили ее навек. Наши стриженые покорники Заселили ее навек. Не тобою, друг, было плачено, Ты в чужую беду не лезь. Небольшая кровь здесь покрачена, А большая совсем не здесь. По-напрасну ее мы отдали Возобывшейся той зиме. А большая кровь в реке Одаре, А большая кровь в колыбе. А большая кровь в реке Одаре, А большая кровь в колыбе. Ничего вспоминаю ради я, Про чужой назовем бедом. Мы Финляндию, мы Финляндии Все когда-нибудь отберем. Над рекой сестрой ветка клонится, Заметает ветер пути. От бессонница, ты бессонница, Отпусти меня, отпусти. Над рекой сестрой ветки клонятся, Заметает ветер пути. От бессонница, ты бессонница, Отпусти меня, отпусти. плачка большая это я понимаю что пригодил один и тот же заказчик у нас кончается в этом фильме В серии, которая называется «Деревянные города», эта песня звучит. Эта песня написана в далеком 70-м году, вот вы что и говорите, не в 70-м, как последний раз, да нет, в 60-м году, осенью, когда нас забыли в Тайге заснеженной, и мы так бесплатно поправили месяц. Очень хороший фильм она сделана, там идет эта песня, на фоне блокадной карты. Эта песня о черном хлебе. А тексты вы знаете. Я знаю. Я таёжной глушью заверченный, а вот метели совсем ослеп. Недоверчиво, а недоверчиво я гляжу на черный хлеб. От его, от высохшей корочки не скупая дрожит ладонь. Разжигает огонь костерчики, поджигает пожар огонь. Ты кусок, браток, не тяни, браток, ты сперва погляди вокруг. А может, тот кусок для тебя сберёг и не съел голодный друг. Ты на части хлеб аккуратно режь, человек, что в ночи овраг. А может, тот кусок, что ты сам не съешь, если станет сильным враг. А может, тот кусок, что ты сам не съешь, если станет сильным врагом. Снова путь неясен нам с вечера, снова утром буран свирел. Недоверчиво, недоверчиво я гляжу на черный хлеб. Недоверчиво, недоверчиво я гляжу на черный хлеб. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас, в связи с вами честными просьбами, все-таки завершим первое деление известного песни про жену французского посла. С надеем, что вы мне поможете. А история песни скандальная довольно... Вот в книжках есть она, и есть она и в кино. А в кино, кстати, эта песня про меня. А в книжке... Так они сняли на сервисе? Нет, там этой серии, там про жену, но сами сняли. Слушайте, надо все-таки найти очевидца. Покажи. Очевидца? Трудно найти. Нет, это та самая... Женовер Легран. Я уже узнал ее. Пошел узнать уже. Сейчас надо уже по-моему. Девушка моя в возрасте. Вот. Так. Самое интересное, что после... Я потом через несколько признал, что после того, как эта песня стала известна, в Сенегале это звали сначала советского пацана, потом французского. А мне не тали сняться и не гали, а не поля родные и не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабый, братцы, ох, не слабый, блеск волны, мерцание весла. Хоп! Крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Тут французские альнины мамы, И она по-русски нифига, Но как высокая, крутья ногая, Как нога, высокая нога, Мне нужны тебе другие бабы, Всю мне душу Африка свела. О, крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, Что такое сделано со мной? Но все мне сон один и тот же снится, Широко экранный и цветной. И в жару я снова жоги мне на осте, Все сжигает он меня до тла. В нем в постели распахнутая настежь И жена французского посла. В нем в постели распахнутая настежь И жена французского посла. Мы-то разойдемся, да? Вот. Книги, диски там, DVD, Все это вот так. Значит, ну, 15 крыльевчиков. Спасибо.